Солнечная Норвегия Там 1500... 1459, по-моему, метров высота самой по себе горы То есть это не какой-то там прям серьезный клаймбинг, не какие-то достижения Но с учетом того, что лето выдалось дождливое, мы практически перли вплавь на вершину То есть нам постоянно... Причем не в воде, а в грязи Потому что размыло все тропы И там только на верхушке, где уже ничего не растет, кроме мха Нам довелось, может быть, там где-то так инстаграмно пройтись А все остальное время мы просто барахтылись в грязи Приехали обратно уставшие, но довольные Ладно, поехали Заруба Архадер 2024 Форнечис Брейв 3.0 Или, как я сам называю, их голодные игры Предтестовый, скажем так, рез бумаги Все очень просто Берем тестовый блокнотик, листик и начинаем Единственное, что, ребята, чисто по привычке Вот просто об руках буквально пыльку стряхиваю И давайте 2-3 движения посмотрим Так, раз, два, три Это у нас Ганзо номер 1 И, в принципе, такой рез я назову эталонным У нас по условиям зарубы Рез бумаги перед тестами 10 пунктов дает максимум И я смело Ганзоиду ставлю десятку Потому что вот если брать именно какой-то момент Грубо говоря, ну, в поле Вот рез бумаги То я это буквально вот на уровень золотого фонда Зацените, что я вам дальше, кстати говоря Буду показать это у меня мяско И здесь помидоры и лучок То есть у меня сегодня все так Завтра я угощаю своих норвежских друзей Эстонским своим шашлыком Уже ставшим настолько традиционным Что без этого шашлыка Ни один наш визит в Норвегию не обходится Дальше, номер 2 Камилус Хокер Честно сказать, я не могу сейчас, ребят, вот припомнить Но, по-моему, даже ни одного голоса за него не прозвучало в обзоре А я повторяю, что для того, чтобы проголосовать за нож Причем вы можете проголосовать хоть за все ножи Вам нужно в обзоре этого ножа оставить в комментарии слово «Голос» или «Голосуй» Все видео объединены в один плейлист под названием «Зароба 2024» И если вам прям совсем сложно воспользоваться поиском на канале И найти обзор нужного ножа То, честно говоря, вот сейчас я понял, что я запамятовал Там два или три или четыре ножа сделать Но в любом случае я это сделаю В описании к этому ролику у нас есть ссылка на таблицу турнирную И вот там, если вы увидите, там будут кликабельными именно имена И вы сможете посмотреть обзор Потому что там также кликабельна цена И вы можете посмотреть, где и сколько это стоит Так, поехали, ладно Это у нас хокер так сильно Мне не понравившийся На чем дерет Буквально Я сейчас так вот не могу сказать Но дерет практически в одном и том же месте О! Здесь получилось ровно Ну, нет Это Блин, ну давайте как-то усредним Учтем один ровный рез Поставим ему четверку Ну, грубо говоря, было четыре попытки Вообще-то по-хорошему Ну, ладно, пускай будет четыре Он в любом случае влетает у нас Единственное, что может быть Все зрители вдруг решат за него проголосовать Как говорится, в знак протеста И тогда что-то получится Ну что Интрига, как говорится Зарубы Что у нас Вот это вот Неоднократное вжиканье Кромки по точилке Что оно принесет Это у нас Фискарс Хэви дьюти Так Готовы? Я тоже Ох ты ж, ёп Так Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я даже... Это не рез вовсе. Это просто вот вам, пожалуйста, и точилка. То есть вы мне сейчас возразите, но этот нож сможет там резать, строгать и прочее, прочее. Для этого будут другие тесты, безусловно. Но на мой придирчивый взгляд, здесь даже вот самое начало может быть реза. Ну хорошо, буду добрым, поставлю единичку. Так, окей. Жопа, жопа с этой точилкой. Дальше. Четвертый нож. Четвертый нож Мартини Кондор Тимбер Джек. Меня восхитил, просто восхитил комментарий одного зрителя, который написал, что классный нож, вот бы он был подешевле. С учетом того, что все ножи в нашей зарубе дешевле 20 евро, конкретно этот на Ламни стоит 15,48. То есть хочется сказать, Сирис ли реально еще подешевле? А куда дешевле-то? Он и так бесплатный стоит. Так, поехали. Опаньки. 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 Все. Твердая десятка, без каких-либо вопросов. Так. Отлично. И когда говорят, а зачем ты вообще их сравниваешь, а спуски разные и просто-просто, тоже вот здесь прозвучали очень многочисленные такие как бы заявления, комментарии, и нахрен ты вообще этим всем занимаешься и прочее. Я скажу так, 18+, ранимые женщины и дети, выключите на 20 секунд звук, а я отвечу этому человеку. Потому что мне больше делать нехуй, вот я хуй не унимаюсь. Так. Как раз половина ножей уже тест прошла. Половина прошла. Так. Поехали. Пятерка. Крафтсманс. Хултафорс. Пятерочка. Так. Ну, парни. Я скажу так. С учетом того, что здесь, я не знаю, видите вы или нет, здесь конкретно так похожи побольше бахромы, и с учетом того, что у нас, мне не жалко, у меня листочки запасные есть. Давайте еще раз посмотрим. Нет. Здесь вот этот вот один ровный рез, он погода не играет, потому что я думаю, я думал поставить ему где-то типа восьмерку, поставлю, я думаю, что за... Вначале была какая-то вот здесь вот бахрома. До конца не дорезал. Всего один удачный рез. И то, честно говоря, вы видели, что я так слегка газанул. То есть не было такого именно фигурного вырезания. Но на этих ножах я как бы и не требую. Заводская заточка. Вот, поэтому я не знаю, какое будет ваше мнение. Я поставлю... Ну, семерку поставлю. Он не дорезал, но он резал. Все-таки он, ну, не драл. Поэтому семерку поставим. Окей, пусть будет. Пусть будет. Хотя на самом деле шестерка, ну ладно, пусть будет. Как говорится... Потому что я же поставил Heavy Duty Fiskars'у ни за что единицу. Он и единицы не заслужил. Так, ну что? Из вращога. Наш... Бригант Миков. Просто... О, боже мой. Ох ты ж! Ах ты ж! Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Так. Так. Максимальный рез у нас... Максимальное количество баллов за рез бумаги у нас... Десятка. В этом... Вот первый, до-тестовый рез бумаги. То есть мы просто проверяем заводскую заточку. И как вы видели, я Ганза и Мартини поставил по десятке максимальное количество баллов. Значит, Бригант Миков я ставлю 11. Потому что это был просто сквозняк. Вот так вот. Посмеялся над подобной рукоятью. И причем... И он стоит-то здесь 11.61. И вот вам, пожалуйста. Да. Я ставлю ему 11, потому что это круче, чем идеально. Это просто вы видели. Просто все распалось нахер. Так. Так. Бахко. Ну что? Нож. Интрига. Посмотрим. Ну, каков был наш Миков-то, а? Все, конечно, покажет... Послетестовая, послетестовая рез бумаги. Кстати говоря, те, кто меня смотрит, у меня к вам предложение. У меня пока что в таблице стоит максимальное количество баллов за послетестовый рез бумаги. Тоже десятка. А не сделает ли нам 15, чтобы, если уж, грубо говоря, уходить в отрыв? Хотя я думаю, что нет. Нет смысла. Потому что здесь, опять же, бумага действительно, она не показатель. И тот же самый, если Heavy Duty только что потерял 10 очков в общем зачете. Ну, по большому счету, что это делать его плохим ножом? Не делать. Пусть будет 10 и 10. Так. Ага. Опа. Ну что? Один задир был явный. Давайте поставим ему тоже 7. Потому что, да, пускай будет семерка. Я, честно говоря, вот сам уже запутался. Я пытаюсь понять, какая разница между Craftsman's Hutaforce и прочее. Так это же было два ножа назад. Я даже и не помню этого. Так. Почему мне младший научный сотрудник не проштаповал каждый лист? Я же дал задание совершенно четкое. Ну, как дал задание, я сказал, помоги папе. Это нужно воспринимать именно так. Так. Окей. И пока что у нас 8 участник. Повторюсь, пока что нет Fenbeer. Fenbeer. Ну и, в принципе, потом это можно будет всегда эту тему разгонять, обсуждать дальше. Basic. Basic, которому в этой жизни никому и ничего не нужно доказывать. Вот я говорил, десятка там была, да. 11 миков у нас. Совершенно, совершенно прямо вот заслужено. 9,5. 9,5 Mora Basic. Потому что все абсолютно правильно и красиво. Но вот какой-то есть небольшой такой вот, вот такой вот. Вот. Сейчас дальше мы с вами начнем какую-то кухню. Начнем какие-то нарезки. И вы меня уже смотрите, когда я вернулся, скорее всего, в Эстонию. Ну, я надеюсь, что я вернулся с семьей, живой, здоровой и в полной комплектации. Просто я поставил блок, но через все блоки все равно пробивают эти новости кошмарные, которые сейчас происходят. Просто мрак, к сожалению, мира всем. Всем, кого бомбят и обстреливают, терпение, сил и даже немаловажно удачи. Пускай пролетит куда-то мимо вас в поля. Все, ребят, спасибо за просмотр. Всего доброго, пока.